Грабеж произошел среди бела дня около половины третьего, недалеко от дома 103 на улице Зари. Возвращавшийся с вызова на ряд рот и ППС обратил внимание на подозрительную ситуацию. Вот на этом месте мужчины пытались завладеть личным имуществом, это было выяснено позже, и пытались крыться за 103-м домом по улице Зари. Они были засыпаны у 4-го подъезда, там их задержаны. После чего было предложено следовать в дежурном части отдела полиции 17. Издалека полицейским показалось, что двое мужчин пытаются помочь пьяному подняться. Но как только служебный УАЗик подъехал ближе, злоумышленники дали стрякача, а лежавший на снегу мужчина стал кричать, что у него отобрали сотовый телефон. На помощь стражам правопорядка подоспела коллега-кинолог. Когда выбегали из-за дома, смотрели двое молодых людей сюда. Собака села около них и обозначила лая. Молодых людей мы задержали. А водитель привез потерпевшего. Мужчина себе в машину посадил, привез, вызвали его сюда. Он из машины сказал, да, эти люди у меня похитили телефон. При личном досмотре у одного из грабителей в кармане обнаружили похищенный сотовый телефон. Увидев задержанных, 54-летний мужчина уверенно опознал обидчиков. В 17-м отделе полиции говорят, один из правонарушителей пойдет по возбужденному уголовному делу в качестве свидетеля, так как его подельник взял всю вину на себя. Собрал телефон. Причина? Продать телефон. А деньги? Пропить. Средств не имешь, да, доходов своих? Мама обеспечивает. Ранее 37-летний Валерий уже был судим за грабежи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Из мест не столь отдаленных вернулся в марте прошлого года. Теперь преступнику грозит до 5 лет лишения свободы. Кристина Горелых, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ.